Крррой Кррой Я королевский гордик От горди все в восторге Я стану даже круче, чем публик и бандит Я королевский коргик, от корги все в восторге, я супер-мега-коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий Корг Третий, я самый крутой корги на ютубе. Вернее, я пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишитесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если чё, за меня впишутся. Друзья, зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь назвать меня Коржиком. Парни, у меня возникла гениальная идея. Брателла, не отвлекай меня, я хочу Бублику сливу на носу сделать. Это как? Ну, куси сильно и держать, чтобы его розовая носотырка посинела, а он не даётся. Ты совсем кукухвостатая сарделька, нельзя меня кусать за мой прекрасный хосячий нос. Ваше лопаухое величество, не обращайте на них внимания, они с утра так возюкаются. Если у вас есть гениальная идея, она 100% гениальна, потому что вы великий гений. Капец! Ты чё сейчас реально со мной в божительном тоне говоришь? И на вы, я не верю своим крожачьим ушам, бандит признал меня королём и гением. Хе-хе-хе, гений, среди фигни и удобрений, размечтался волосатая сосиска? Коржата, ну это вопиющееся негодяйство, эти волчары нас постоянно обзывают и не признают мое благородное происхождение. По натуре благородный, а по виду огородный. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты чё, совсем наглость потерял? Ты чё на моего брателлу батон крошишь? Ладно, коржулька, рассказывай, чё там у тебя за идея? А ты меня ласково назвал коржулькой, что потом опять унизить? Вообще-то этот ролик выйдет на моём канале. Да вот же хайски на мать, в этот раз и не прикалываюсь. Вы мелкие, и мы вас, конечно, подкалываем, но при этом очень вас любим. Чё, правда? Бублик, а ты меня тоже любишь? Если да, то давай я тебе сейчас сливу сделаю из носа. Хе-хе-хе-хе-хе. Короче, парни, мы же с вами крутые блогеры, но резко пользуемся всякими блогерскими штучками. Ты о том, что нам надо самим ролики снимать? Не-не-не-не-не, я на заре своей карьеры с камеры на спине уже набегался, хватит. Пусть лучше вон, специально обученные человеки нас снимают. Я не об этом, я о всяких фишках, которые можно вставлять в наши видосы. Кстати, да, вот помню, раньше у Бандиты была клёвая рубрика «Прогулочка под муточку». Да-да-да, мне она тоже нравилась. А ещё была рубрика «Зверская жизнь». Это когда наши вкусненькие подписчики присылали видосы со своими ктонцами, а мы их озвучивали. Парни, ну просто потом вспомните, что произошло. На нас стали нападать всякие монстры, мы с Бубликом обрели магию. Короче, нам не до этого было. Вот я и предлагаю сделать хотя бы в этом ролике что-нибудь подобное. Например, снять эпичное слоумо. Начинается. Каждую зиму, начиная с твоего щенячества, ты просишь снять эпичное слоумо. Ну потому что это модно, круто, молодёжно. Это там, где все бегут заметно и кричат «Кобздык! Кобздык!» Так, надо всем эпично пройтись. 20 человек, готов? Готовы? Пошли. Да готовы, готовы. Тогда пошли. Ой, я споткнулся. Так, всё, идём эпично. Кобздык, кабздык, 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 кабздык. Ну чё, я нормально прошёлся? Слоумо получится? Кобздык, кабздык, кабздык. По его мнению, это добавило слоумо эпичности. Да я каждую зиму прошу вас снять слоумо вместе со мной, потому что зима, снег, всё красиво разлетается, когда бежишь. Лопухи, гномик, а ты видел, сколько снега там выпало? Ты когда бежать будешь, у тебя только уши из-под снега будут видны. Никакого слоума не получится. Слово слоумо не склоняется, деревня. Ладно, пойдём снимем твою слоуму. Всё равно гулять собирались. Капец, а тут реально до тебя снега. И как тут эпично бегать и прыгать для эпичного слоумо? А мы предупреждали. Для того, чтобы снять хорошее слоумо в снегу, надо быть Хаски, а не Корги. Вот, видел, как я легко это сделал? У тебя просто лапа длинный. Ты сто процентов какой-то мутант, Пенсия. Бандит, а ну хватит над нами издеваться. Да, мы намного крупнее, чем Хаски, поэтому нам тяжелее скакать по сугробам. Папася, а он что, сейчас реально сказал, что Корги крупнее нас? Не обращай внимания. Это у него королевская мания величия. Да и вспомни, они когда нападают, кричат, что они огромные лисы. Ладно, понял. Не будем их переубеждать, потому что психов не переубедить. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, давайте потренируемся эпично бегать. Погнали. Во, видите, как круто и эпично у меня получается. Я вообще в шоке, Ваше Величество. Вы так легко скачете. Это просто невероятно для такой очень крупной собаки, как вы. А тогда почему я застреваю и не могу быстро бежать? Я же не только крупная собака, но еще и черный лис. Ужас летящий на крыльях ночи. Это странно. Наверное, снег отравленный. Хотя нет, на вкус вроде нормальный снег. Парни, спасите, помогите, я снова застрял. Ты реально думаешь, что мы тебе поверим и полезем в сугроб тебя спасать? Видно же, что ты там дизлайк ставишь. Капец, как ты догадался. Я же пытался это сделать незаметно. По запаху, Киксандр, по запаху. Хе-хе-хе-хе. Короче, парни, я все продумал. Сейчас придем на площадку и будем снимать эпичное слоумо. Вы все должны меня слушаться, потому что я буду режиссером этого эпичного ролика. Понятно? Брателло, без вопросов, я тебе доверяю, как себе. Не переживай, волосатая сосичка, сейчас забацаем нормальный ролик. Клево, тут до нас никто не бегал, наши следы будут первыми на этом снегу, и-хо-хо-хо. Включаем режим дебила. Какой режим дебила? У нас съемки, вы же обещали меня слушаться. Коржундель, нельзя просто побегать в режиме дебила, а потом замедлить, чтобы получилось слоумо. Ваше высочество, вы балбес. А сценарий, а драматургия, а режиссура, нельзя несерьезно относиться к съемкам. Брателло, когда мы скачем в снегу, мне кажется, мы смешно выглядим. И хаски были правы. Несмотря на наши огромные размеры, у нас только уши торчат из-под сугроба. Ничем они смешные. Коржаты, напишите в комментах, только честно. А мы смешно бегаем по сугробам. Режим дебила, я молния Макквин. Ты пинцет пингвин, потому что я тебя обгоню. Капец, как они могут так быстро бегать? Они же маленькие собачки. Это загадка природы. Не удивлюсь, если для этого они используют свою дурацкую хосячую магию. А, ну тогда все понятно. С магией каждый дурак сможет. Так, волчары, стоп. Мы сюда пришли работать, значит давайте работать. Прошло три часа. Вы не поверите, парни, но эти съемки меня так ушатали, что я просто зверски проголодался. Я не пойму, как такое могло произойти? Ну здрасте. Ну вообще-то и есть самые настоящие звери. А у настоящих зверей должен быть зверский аппетит. Я такой голодный, что сейчас бы сожрал целого барана. Есть вариант получше, парни. У производителя нашего корма Сириус в премиальной линейке есть ягненок с рисом. Я буквально вчера попросил младшего человека достать его с балкона. Чтобы он не таким холодным был, как снег на улице. Ягненок с рисом? Так это же получается, что мы сейчас будем кушать самый настоящий плов? Сделанный специально для собак? Вот именно. Только в человеческом плове всякие специи. А у нас специальные полезные добавки и витамины, и много мяса. А я вот что думаю, парни. А если человеки покупают другой корм для своих питомцев? Их сложно будет перевести на корм Сириус? Проще простого. На каждом мешке с кормом есть инструкция в картинках, как перевести собаку на премиальный корм Сириус. Вспомните, нам тоже сначала по чуть-чуть его давали. Да, мы еще с человеками ругались, что они такую вкуснятину нам зажимают. Бубленцы, во всем нужен научный подход, и нужно соблюдать рекомендации производителя, чтобы с нашей пузякой все было в порядке. Согласен с бандитом. Вот мы все сделали по инструкции, и теперь наслаждаемся вкусненьким мигненком с рисом. Мням-мням. После обеда все отправились валяться, а я пошел монтировать наше эпичное слоумо. Если вы хотите, чтобы я его показал вам прямо сейчас, срочно поставьте лайк. Если не поставите, не покажу. Да-да, это я тебе говорю, девочка с планшетом. И тебе, мальчик с телефоном. А ну быстро поставь лайк. Во, молодцы, я знал, что у меня самые лучшие, самые вкусненькие подписчики. Итак, великий режиссер его величества Корг Третий представляет фильм «Эпичное слоумо». «Эпичное слоумо» «Эпичное слоумо» «Эпичное слоумо» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok